Огонь разгорелся около 7 часов вечера. Горела вот эта, 37-я. Квартира на 10-м этаже. Первыми тревогу забили соседи сверху. Квартира Аллы Анатольевны как раз над той, что горела. По словам женщины, сначала не поняла, что случилось. Внезапно за окном повалил густой дым и в комнате резко запахло горю. Открыл за навеской, смотрю на моем окном, вот так вот столк черный. Я поняла, сосед снизу. Я схватила кошку, вон она у соседки в руках. Документы схватили, паспорт. Женщина вызвала пожарных и за считанные секунды спустилась на этаж ниже. Начала стучать в дверь к погорельцам. Несколько минут никто не открывал. Позже сосед все же вышел. Возможно, женщина спасла ему жизнь. Сам мужчина что-то пояснять отказался. Ушел подальше от дома. Наши квартиры, только мы, ребят, пока интервью не даем. А что случилось, что загорелось? Ничего не горело, ребят, мы просим. Неизвестно, мы не знаем ничего. Мы не дознаватели, это не к нам. Не знаем, меня соседка разбудила. Он не будет так, я тебе сказала, что... По словам соседей, мужчина злоупотребляет алкоголем и чего-то подобного. От него ждали уже давно. Но выводы делать рано. Точные причины пожара установит экспертиза. Квартира погорельцев сильно пострадала. Огонь захватил площадь в 20 квадратных метров. А у соседей даже через стену закоптились обои. Тяжелых последствий удалось избежать. Обошлось без человеческих жертв. На месте ЧП работали 8 единиц спецтехники и 24 человека личного состава. Павел Баймаков, Константин Головин. События.